Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников и скульпторов и их автобиографии. Французский гравер, издатель и торгует с печатными изданиями фломатского происхождения Томас Де Лео. Родился в 1560 году, данных не очень много, данные с переводной википедии. Был сыном торговца, гравюрами и начал свою карьеру в Антверпене, где работал на Жанна Витмара и находился под влиянием Верикс. Семья Верикс, которая иногда называется Вериксом, была фломатской семьей художников, прославившихся как гравюры и рисовальщики. В конце 16-го, начале 17-го веков они работали в Антверпене и Брюсселе. Где-то после 1576 года и до 1580 года он отправился в Париж работать на художника и гравюра Жанна Рабель. В 1583-м женился на Мари Корон, дочери Антуана Корона, одного из главных художников второй школы Фонтебло. Во время религиозных войн ему удалось перейти со стороны католической лиги на сторону Генриха IV, а в результате он стал чрезвычайно богатым человеком, управляя высокопроизводительной мастерской и издавая многочисленные гравюры других художников. Среди его учеников были Жак Хонер Фок и Мельхиор Таверние. Создавал иллюстрации для книг. В 1605-м женился на Шарлотте Баттер. Его дочь Шарлотта вышла замуж за Клода Виньона. Клод Виньон был французским художником и гравюром, иллюстратором, работавшим в самых различных жанрах. Умер в Париже в 1612 году. Вот так вкратце из переводной википедии о французском гравюре, издателе, торговце печатных изданий ламанского происхождения, Томас Де Лео. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы. Субтитры подогнал «Симон»